МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». Об основных событиях выходных и понедельника вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в программе. За уловом на машине даже тонкий лед не останавливает рыбаков-экстремалов. Накануне посевной. Будут ли льготные кредиты на горюче-смазочные материалы? Современница Блока и Цветаевой. 120 лет со дня рождения первой чувашской поэтессы. За уловом на машине сотни жителей Чуваши, невзирая на призывы спасателей, не расстаются со своим авто даже во время зимней рыбалки. Закончиться она может весьма плачевно, отмечают спасатели. Лед на водоемах республики с каждым днем становится тонким и рыхлым. Все это – последствия частых перепадов температуры воздуха. Сотрудники МЧС готовятся к экстренным выездам. Места, где люди испытывают рыбацкое счастье, не отходя от своих автомобилей, известны. Особенно много экстремалов можно увидеть на Суре, вблизи Ядрина. В эти выходные здесь провели масштабный рейд. Экстремальных водителей ловила и наша съемочная группа. Проезд по льду запрещен. Подобные аншлаги установлены на каждом спуске к реке Сура. Но, похоже, эти призывы замечают немногие водители. Даже после общения с инспекторами рыбаки отказываются покидать свое авто и устремляются вперед. Чтобы остановить водителей, которые выезжают на рёд, городские власти делают все, что могут и создают вот такие снежные преграды. Но рыбаков это не останавливает. Они всё равно раскапывают себе дорогу. Дорога на льду уже накатанная, как и настоящая проезжая часть с двумя полосами. Движение по ней оживлённое. В выходные сюда приезжают сотни рыбаков. На некоторых участках уже образовалась колея, а где-то и вовсе появились глубокие трещины. Инспекторы говорят, что всё это следы массовой стоянки машин. Хотя выезжать на лёд в Чувашии можно только в одном месте. На территории Чувашской республики организована всего лишь одна ледовая переправа. Это Шумерля-Новаты Нижегородской области. Там действительно обеспечивается безопасность. Там находятся спасатели. И лёд в соответствии с отраслевыми дорожными нормами намывается для того, чтобы обеспечить безопасный проезд. Недавно на «Волге» под лёд уже провалился автомобиль. Спаслось 4 человека, но двое погибли. Этот случай для рыбаков-экстремалов примером не послужил. Многие водители оправдывались, что попросту не заметили предупреждающих об опасности аншлагов. Другие доверяют толщине льда. И для убедительности бурят глубокие лунки. Тут не только танк. Три танка встанет, и ничего не будет. Здесь нет ледового переправы, во-первых. Саму-то не страшно выезжать на лед на машине? Нет пока. Чего нет? Ну не знаю, лёд толстый. Я даже из своих близких не боюсь. Наказать рублём водителей, которые выезжают на лёд, невозможно. Во время рейдов инспекторы раздают им памятки. В них подробная инструкция, что делать в случае ЧП. Машины проваливаются под лёд. Поэтому, выезжая на лёд, подвергаете себе опасности смертельной. Помните, есть и другие, которые находят у вас в машине. Сейчас всё прощу всем рыбакам. С приближением весны лёд на водоёмах республики становится тоньше и тоньше. Пока он представляет опасность только для автомобилей, а скоро. И просто выход на лёд может обернуться настоящим экстримом. Дмитрий Ковалёв, Николай Яковлёв. Республика. Сегодня подобный рейд провели представители Чебоксарской администрации. Рыбаков, выезжающих на лёд, на Волге можно увидеть каждый день. Водителям, подвергающим себя опасности, также вручали памятки. К другим темам. Середина февраля. О правительстве Чуваши озабочено посевной кампанией 2013 года. Сегодня на еженедельном совещании с руководителями органов власти глава Чуваши пристально изучил ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве республики накануне весны. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов отметил в своём докладе, что неблагоприятные условия прошлой осени не позволили провести посев озимых на тех площадях, что планировали. Но, по словам министра, это не должно негативно повлиять на будущий сев. На сегодня, по данным администрации районов, большая часть озимых находится в хорошем состоянии, заявил Сергей Павлов. По данным Россельхозцентра, обеспеченность семенами составила 92%. Тракторный парк готов на 83%. Топливо запасено 10% от необходимого. В прошлом году у нас была поддержка, это льготное топливо, то есть цена, которая была ниже на 30%. В этом году хочу отметить, что данной поддержки не планируется, хотя и вопросы поднимает, но решения, оно его нет. И поэтому работу здесь нужно нам, конечно, активнее вести. Вот здесь представлена низкая обеспеченность, это у нас по топливу Алатовск, Козловск и Чебоксарские районы. Всего на проведение пассивных работ потребует около полутора миллиардов рублей. Половину средств возьмут в кредит. Активное кредитование велось в октябре 2012-го. В январе кредитов было взято меньше. Министр объяснил это тем, что не было обозначено субсидирование процентных ставок по краткосрочным заимствованиям. Но на днях Минсельхоз России принял соответствующее решение. Большое значение имеет для сельхозного производителя, для организованного проведения весенних полевых работ, это выплата субсидий, как из республиканского, так и из федерального бюджета. На сегодняшний день лимиты для субъектов, предварительно они все обозначены. Сейчас подготовлен проект распоряжения правительства Российской Федерации о распределении лимитов. И для Чувашской Республики они, конечно, меньше, так же, как и пропорционально уменьшение произошло по Российской Федерации. Ихал Игнатьев поинтересовался, каким образом в районах, где мало заготовлено семян, топливо и техники, собираются провести посевную. По словам Сергея Павлова, ситуация там действительно сложная. Многие организации проходят процедуру финансового оздоровления. Там еще следующее предприятие, Аленушка, тоже процедура банкротства уже введена, но на базе ее организовывается кредитно-сферное хозяйство. Я думаю, что там, ну, сможем возобновить работу. Они кредиты хозяйств эти могут оформить, нет? Если оборотки нет, кредитов не могут оформить, они просто не могут. Вы давайте не проукрашивайте, Сергей Владимирович, значит, если там критическая ситуация, вы должны сказать, как министр, оценивая ситуацию, что там критическая ситуация. Но ситуация там непростая. Тогда надо другие районы просить, предлагать для того, чтобы обрабатывали эти зерны. В данном случае они поступать будут. На сегодня в республике имеется 4,5 тонны зерна. Еще 14 собираются закупать, чтобы обеспечить все хозяйства республики. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Много обращений было в адрес администрации главы Чувашии по поводу вырубки лесов в Урмарском районе. На еженедельном совещании Михаил Игнатьев просил разобраться в ситуации. Были случаи падения деревьев, старых деревьев на проезжую часть, в сторону больницы и в тротуаре тоже. Поэтому в мае месяце, потом в августе комиссионно провели обследование данного парка с участием представителей канадского лесительства и обозначили деревья, которые нужно вырубать. То есть санитарный уклад бьется. И провели эту работу с участием депутатов городского поселка и отметили план работы на четыре этапа. Значит, осень, зима, буровка, зимой полностью проектирование нового парка, обсуждение населением. И весной благоустройство начинается, и летом завершение благоустройства с парком и территорией. Поэтому здесь работа ведется, во-первых, как парк, он не признан нигде в данной территории, во-первых. И, во-вторых, как бы охраняемый зон не является. Глава Чувашии поручил держать ситуацию под контролем, а если там действительно есть нарушения, принять строгие меры. Пожалуйста. Квадратные метры по решению суда. Жительница столицы, инвалид второй группы, которая страдает тяжелым хроническим заболеванием, на протяжении восьми лет пытается получить собственную квартиру. На защиту прав женщины встали прокуроры. Все это время ей приходилось ютиться в комнате в общежитии вместе с племянницей. Размер жилплощади не превышал 16 квадратных метров. Жить в таких условиях инвалиды не могут, тем более совместно с еще одним взрослым человеком. В очередь на предоставление новой квартиры женщина встала, но столичная администрация затянула решение этого вопроса. В официальных запросах чиновники ссылались на отсутствие в бюджете необходимых средств. В прокуратуре Московского района посчитали, что этот факт не является основанием для отказа в получении жилья. Разрешить проблему было возможно только в судебном порядке. Отстоять позицию инвалида прокурорам удалось. В январе судья вынес решение о предоставлении женщине благоустроенной квартиры. Учетная норма предоставления жилья составляет по постановлению главы города на одного человека от 16 до 18 квадратных метров. То есть минимум ей дадут однокомнатную все-таки квартиру? Как правило, это однокомнатная квартира общей площадью около 30 квадратов. Поскольку решение сюда не вступило в законную силу, администрация города вправе его обжаловать. Затем администрация города вправе обратиться об отсрочке исполнения данного решения. То есть с учетом финансовой возможности, наличия необходимых средств в бюджете города, вопрос этот будет решен. Санкт-Петербург О защите прав граждан прокурорам в судебном порядке смотрите в программе «Правовое поле» завтра, 19 февраля в 20 часов на нашем телеканале. В Ульяновской области отметили 120-летие со дня рождения Анисии Княгининой. Почтить память удивительной женщины из Чувашии отправилась целая делегация деятелей культуры. Поэтический вечер прошел в селе Большой Нагаткино Цильнинского района на родине Ваща-Анищи. Именно под этим псевдонимом вошла Анисия Княгинина в историю. Тихая и скромная сельская учительница всю жизнь прожила в симбирской глубинке, учила чужих детей, рано вдовев в одиночку поднимала своих. И лишь спустя много лет выяснилось, что она первая чувашская поэтесса Ваща-Анищи. Современница Блока и Цветаевой, Джамбулы и Есенина. Она начала публиковаться в 13 лет в газете «Хабар». Будущая поэтесса училась в симбирской школе вместе с Константином Ивановым, Таэром Тимки, Николаем Шубасини. Именно они оказали на девушку творческое влияние, как впоследствии признавалась сама Ниссия Княгинина. Потом она уехала с мужем в Цильнинский район, работала учительницей. И лишь спустя десятилетия историки Чувашии и чувашской литературы с удивлением обнаружили в архивах журналы и газеты, альманахи со стихами под неизвестным им псевдонимом – Ваща-Анищи. Первая чувашская женщина-поэт нашлась в Меликесе, ныне Димитровград. Там ее тоже не забыли. В рамках подготовки во всех образовательных учреждениях прошли литературные вечера, посвященные юбилею Аниси Васильевны. На средней школе села Нижний Тимирсиан, где родилась Анисия Васильевна, мы открыли в этом году памятную доску. Наш земляк, также скульптор Кондрашки Николай Григорьевич, который оформил это дело. Но я думаю, это все сделано, чтобы помнить свою историю, свой язык, свою культуру, свои традиции. Поэтому и впредь руководство района во главе Анисия Васильевича мы это дело будем продолжать, поддерживать. Творческое наследие поэтессы не так, чтобы велико. Стихия написала в юности и выйдя на пенсию. В промежутке была слишком занята работой, домом, общественными делами. Литература отошла на второй план. Но настоящему поэту порой достаточно нескольких строк, чтобы выразить свои чувства. Особенно если это любовь к своему народу. Елена Гальперина, Олеся Русакова, Александр Петров. Республика. В воскресенье состоялся очередной этап в протекиаде работников органов власти местного самоуправления Чувашской республики. В этот раз чиновники бегали на лыжах. 350 сотрудников органов власти республики различного уровня собрались в свой выходной в лагере «Космонавт» в Канарском районе. В вип-забеге на 1500 метров участвовали главы ведомств. Среди них первое место занял Владимир Дмитриев, руководитель гостехнадзора. Вторым финишировал Сергей Павлов, министр сельского хозяйства. Третьим на финише был глава администрации Бресенского района Александр Яковлев. «Люди и соревнуются, и пообщаются. Я думаю, все это полезно не только в спорте, но и в работе. Потому что по ходу этих неформальной обстановки люди и про работу обмениваются опытом, учатся друг у друга. То есть все положительное здесь мы получаем. Но самое главное – это здоровый образ жизни, профандируемый среди подрастающих поколений». В составе каждой команды выступали 6 человек – трое мужчин и три женщины. Среди команд министерств на старт вышли 22 команды. С небольшим преимуществом – 4 секунды – гонку выиграли чиновники из Минсельхоза. Вторыми финишировала команда Госсовета. Третьими были представители Минспорта. Среди лыжников федеральных органов власти на первом месте расположились сотрудники МВД. Вторыми стали представители судебно-исполнительной системы. Третьими – спасатели. Администрация Канарского района оказалась самой спортивной среди команд администраций городов и районов. Георгий Казнин, Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. На пересечении двух профессий. 15 февраля по инициативе Ассоциации стоматологов Чувашской Республики на медицинском факультете университета состоялась конференция по онкологической насторожности в стоматологии. Смотрите сюжет далее. Тему конференции определил высокий уровень заболеваемости и смертности среди населения Чувашской Республики от онкологических заболеваний полустерта. В докладах были рассмотрены вопросы определения групп высокого риска по развитию онкопатологии среди пациентов, стоматологических клиник, алгоритм их осмотра и выявления предраковых изменений на невидимом глазу уровне. В работе конференции принял участие Владимир Садовский, академик Российской Академии медико-технических наук, прибывший в Чебоксары по приглашению Владимира Викторова, президента Ассоциации стоматологов Чувашии. В своем докладе академик Садовский остановился на применении современных скрининговых систем исследования полустерта. На следующий день на базе научно-образовательного центра инновационных технологий городской стоматологической поликлиники Владимир Викторович провел мастер-класс для врачей-стоматологов. Попасть на семинар Садовского стоматологи считают большой удачей. Весь субботний день врачи учились тонкостям лечения проблемных корневых каналов с применением депофореза, изучали новые технологии лечения кариеса различных локализаций, в том числе под ортопедическими конструкциями. Между президентами двух стоматологических ассоциаций, Владимир Садовский возглавляет российскую, достигнута договоренность о проведении в Чувашии летом текущего года чемпионата по эстетической реставрации и отбеливанию зубов. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин